Молодому игроку предстоит ответить на 10 из 33 предложенных вопросов. Как на зачёте в реальном учебном заведении он сам вытаскивает билет. А оценка зависит только от искренности и разговорчивости героя. Если шайба после хорошего броска попадёт в незащищённую часть тела, то может с лёгкостью её сломать. Профессиональная обязанность хоккеиста – бросаться под шайбы. Как с этим жить и можно ли остаться к завершению карьеры со своими родными зубами? Эти и многие другие странные вопросы в наших билетах для хоккеиста Ярославского локомотива Николая Коваленко. Ну вот, на какого игрока я хотел быть похожим в детстве? Идеальный вопрос. На кого? Конечно же на папу. Это безусловно, потому что это папа, во-первых. Это самый родной человек. Самый, так сказать, лучший друг. Остался, конечно же, кумиром на всю жизнь. Это папа. Но именно из действующих, пока что действующих игроков, это, конечно же, Павел Валерьевич Датсу. Его манера игры, как он думает на льду, как он предугадывает ходы наперёд. Если ты когда-нибудь выиграешь кубок Гагарина или кубок Стэндли, то куда его привезёшь? Мне кажется, сюда, Ярослав. Первым я привезу его домой, к родителям. Вот, я надеюсь, к бабушке, дедушке. Не знаю, не хочу, вы знаете, говорить на будущее так. Но у меня есть мысль, но пусть она останется при себе. Какие предметы тебе нравились в школе. Ты вообще хорошо учился в школе? Ну, когда папа ругал, да. Родители очень так-то серьёзно относились. До класса, я не знаю, может быть, седьмого был хорошист, но потом, когда более взрослым начал становиться, то, конечно же, ты о школе чуть поменьше думал. Думал всё о хоккее. Последние три песни, которые ты добавил в свой плейлист. Это «Любимка», песня «Комета». Знаете такую песню? «Джонни». А, что знакомые? «Джонни». Ты вообще меломан? Разную музыку любишь? Да, очень разную вообще. Просто. Могу, да, там, рок, какой-то там очень. Рэпчик? Может, тогда сказать. Стас Михаил? Нет. Не настолько разную, да? Ты когда нарушал режим, знаете, иногда бывает, что ты можешь лечь нам в час и забить потом. То есть ты не следишь особо, да? Нет, я слежу. Просто бывают такие моменты, когда ты спал очень долго, а потом я жалел, что я спал. Ты пропал на игре, в общем, дальше, да? Да, бывало такое. Так режим ты нарушал когда-нибудь или нет? Ну, алкоголь, например. Алкогольный нет, не помню такого, чтобы уйти. Например, на выезде. Вы там в гостинице должны быть, к примеру. А ты такой, пойду-ка я по Риге погуляю. Да нет, такого не было. Я так не смогу играть. Это если времена вот в папина, они могли себе позволить, у них было здоровье. Ты не рассказывал, кстати, про это? Ну, это тайна. Он много чего рассказывал, и я не то что в шоке, а не понимал, как это может быть. Книга, фильм или компьютерная игра? Мне кажется, фильм. Нравится смотреть фильмы. Мне легче как-то их, чем книгу читать. Легче смотреть. То есть я прям могу погрузить в этот фильм. Ну, защитник. Так. Фильм. Призрачная красота. Есть фильм. У меня очень много фильмов есть, которые мне нравятся. Но есть и вот любимый актер. Я вот за ним слежу, какие там фильмы. Это Уилл Смитт. Слушай, а ты не подписан на его инстаграм? Мне нет инстаграма. Меня взломали что-то вроде год назад. Ага. Вот. И я что-то вот не хочу задеть, потому что я понимаю, что я очень много времени проводил в этом сыра. Очень много. Прямо вообще просто вот так вот. Ну, в день мог сидеть у меня, не знаю, часа четыре. То есть просто ты листаешь, наверное, ты листаешь его. Чего толку от этого? У тебя чемодан с миллионом долларов. Что ты с ним сделаешь? Пойду к папе и к дедушке. Потому что это для меня самые умные люди, которые могут распорядиться деньгами. Мы бы с ними обговорились, что так стоит. Хорошо. Потому что я бы мог их... Эх, да! Очень легко потратить. Но надо ум с головой подходить. Всегда. Какие три слова для тебя главные в хоккее? Может быть, терпеть, не сдаваться и играть там до конца. Что в последний раз ты терпел? Боль. Или терпел, может быть, усталость. Когда ты понимаешь, что ты еще период играть, а ты все уже, ты все отдал. Потому что в каждой смене ты выкладываешь все по полной. Что бы ты там ни делал, в атаке играл, в обороне, либо там в средней зоне строил оборону. Вот по максимуму всегда выкладываюсь. И бывает такое, что понимаешь, что еще период, а у тебя уже силу. Уже все, подходит к концу. В первую очередь ты не должен подводить свою команду. Хм, какой самый памятный момент в хоккейной карьере. Их, мне кажется, два. Вот когда дебют, если не ошибаюсь, это было со Спартаком, когда сыграл два матча и начался оплывок. Вот, я просто поразился, как атмосфера была. Сколько человек пришло вообще. Там было бы много? Нет. На выезде мы играли. Вот, это было просто, блин, хошмар. Какой-то серьезный. Я на раскатке, у меня руки тряслись, я не мог ничего сделать. Не посадать точно ничего вообще. Вот, и, мне кажется, первый гол. Когда дома забил Сибирю. Как успокаивал себя при дебюте? Да никак я не успокоился. Ну, смотри, так и отыграл? Да, конечно. А когда прошел такой мандраж? На какую игру? Ха! Ну, мандраж, можно сказать, он даже сейчас немного присутствует. Перед матчем чуть-чуть. На пару минут. Что ты понимаешь, что это КХЛ. Ты играешь не с мальчиками в МХЛ. Вспоминаешь, как ты мечтал, чтобы попасть в КХЛ. Как я сидел на трибунах и болел за локомотив. И когда ты понимаешь, что ты попал сюда, что это была твоя мечта, ты понимаешь, что чуть-чуть ты волнуешься. Какие у тебя есть домашние животные? Ну... Никакие. Хотел бы? Когда я у тебя закончу с карьерой, с хокеями, и построю там дом, тогда, может быть, да. Редактор субтитров А.Семкин